Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Получение Святаго Иоанна Златоустова о чтении Божественного Писания. Великое благо возлюбленное чтение Божественного Писания. Оно умудряет душу, оно переносит ум на небо, оно располагает человека к благодарности пред Богом. Оно не допускает его пристраститься к чему-либо настоящему. Оно заставляет ум наш постоянно обитать на небесах. Побуждает нас делать все в надежде на воздаяние Владыки и стремиться с величайшую ревностью к подвигам добродетели. Здесь-то, в Писании, можно хорошо узнать, как скор на помощь нам промысел Божий. Узнать мужество праведников, благость Владыки и обилие воздаяний. Им-то можно возбудить себя к соревнованию и подражанию любомудрию доблестных мужей и не дать себе ослабеть в подвигах добродетели, но твердо полагаться на обетование Божие и прежде их исполнения. Поэтому, прошу, будем заниматься чтением Божественного Писания с наибольшим чанием. Таким-то образом мы приобретем и знание его, если будем постоянно обращаться к тому, что в нем содержится. Невозможно в самом деле, чтобы тот, кто с усердием и всяким усилием занимался Словом Божьим, был когда-нибудь оставлен Богом в небрежении. Напротив, если и нет у нас наставника человека, то сам Господь, проникая в сердца наши, просвещает ум, озаряет смысл, открывает нам сокровенное и, таким образом, бывает для нас наставников в предметах, неведомых нам. Лишь бы только мы хотели сделать то, что от нас зависит. Вы не называетесь, говорит Писание, учителями, так, когда мы возьмем в руки духовную книгу, то, сосредоточив свой ум, собрав мысли и удалив от себя всякий житейский помысл, будем таким образом совершать чтение с великим благоговением, с полным вниманием, чтобы быть достойными руководиться Духом Святым в разумении написанного и получить отсюда великую пользу. Вот и Евнух Эфиопской царицы, иноплеменник даже в то время, когда с таким великолепием неся в колеснице, не пренебрегая чтением Писания, но держа в руках книгу пророка, прилежно читал ее, хотя и не понимал того, что в ней содержится. Но так как он употребил с своей стороны все, старание, усердие, внимание, то и получил руководителя. Подумай же, прошу, как много значило то, что он не пренебрег чтением Писания, даже во время путешествия, и притом сидя на колеснице. Да, слышат это те, которые не хотят делать это и дома, но думают, будто чтение Божественного Писания для них излишне, и будто им неудобно заниматься прилежно этим чтением, потому что они ведут и брачную жизнь, и обязаны воинскую службу, и лежит на них забота о детях, попечении, о слугах и о других вещах. Вот Евнух, человек иноплеменный, того и другого довольна было для того, чтобы ввергнуть его в совершенную беспечность. А к этому еще присоединялась великая знаменитость, огромное богатство, и то, что он был в дороге и несся в колеснице. Ведь не совсем удобно, напротив, даже очень трудно, совершая таким образом путешествия, заниматься чтением. И однако же, доброе расположение и великое усердие победили все эти препятствия, и он занимался чтением Писания, и не говорил того, что ныне многие говорят. Я не понимаю того, что там содержится, не могу постигнуть глубины того, что написано. Зачем же мне попусту и понапрасну предпринимать труд, читать, когда у меня нет человека, который бы мог руководить меня? Ничего такого не подумал этот, невежда языком, но любомудрый умом. Нет, помыслив, что он не будет презрен Богом, но скоро получит помощь свыше, если только сделает, что он от него зависит, и что он может сделать, он усердно занимался чтением. Поэтому и любивый владыка, видя доброе его расположение, не презрел его, не оставил без внимания, но немедленно послал ему наставника. Этот иноплеменник может быть учителем для всех нас и для тех, которые ведут частную жизнь и обличены знатностью и вообще для всех, не только для мужчин, но и для женщин, не только для тех, которые живут в семействах, но и для тех, которые избрали монашескую жизнь. Все могут узнать отсюда, что никакое время не может служить препятствием к чтению Слова Божия, что не только дома, но и ходя по торжещу и совершая путешествия или находясь в многолюдном собрании, занимаясь делами, можно нам упражняться в этом чтении, чтобы, сделавшие от нас зависящие, тотчас получить нам и руководителя. Видя наше расположение к духовному знанию, владыка нас не презрит, но подаст озарение свыше и просветит наш ум. Не будем же, прошу, пренебрегать чтением Писания, но понимаем ли содержащиеся в нем или не понимаем, во всяком случае будем как можно чаще обращаться к нему. Постоянное упражнение в чтении напечатлевает неизгладимо в памяти прочитанное, и часто, чего сегодня мы не могли понять при чтении, то вдруг понимаем, снова приступив к чтению завтра, потому что человеколюбивый Бог невидимо просвещает наш ум. Аминь.